Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Говорится, чтобы увидеть искренность партнёра, нужно смотреть на его поступки, что честные поступки – это язык любви мужчины. Читаем в интернете не раз историю о том, что партнёр женился был взлаботливым, внимательным, ласковым, но и обнаружилась приписка с бывшей, до которой он до сих пор отключает, просит вернуться, говорит, что не может до сих пор забыть. Так как же узнать, что держит за базовый партнёр, если не проверять его гаджеты? Ну, здесь у вас Анна, а именно так зовут, вопрос, есть принципиально ложная посылка, вы говорите, вы изначально цитируете, обобщающий, как бы, такой момент. Говорится, чтобы увидеть искренность партнёра, нужно смотреть на его поступки. Кем говорится? Для чего говорится? Кому это подходит? Кому это не подходит? Понимаете? То есть, как бы, здесь вы обобщаете, и после этого, после того, как вы обобщили, да, используя то, что в психологии называется интроектом, после того, как вы обобщили, вы переносите это на, собственно, людей, да, предполагая, что они будут соответствовать этому обобщению, но по факту люди как-то не торопятся это делать, вот. Поэтому в данном случае вот эту посылку, ну, не подвергнут сомнению. Искренность партнёра проявляется не в поступках, а в отношениях. И правда в том, что искренность может быть и в ту другую сторону. То есть, человек может быть искренним к своему супруге или к своей супруге, к своему супругу или к своей супруге, вот. Но так деятельно он может и по кому-то скучать. В силу, например, того, что не завершён какой-то гештальт или вслед за, например, того, что какая-то жизненная ситуация могла человека травмировать и как бы чуб там уже нет. А вот потребность как-то завершить, потребность как-то восстановиться, компенсировать, а иногда что-то доказать, очень велика. Поэтому здесь вы больше в своём вопросе говорите, первое, про свою тревожность. То есть тревожность по поводу того, что вот, ну, условно говоря, вас могут там, например, кинуть, да. Вот. Это первое, о чём вы говорите. И второе, о чём вы говорите, это про неуверенность в себе, а также про то, что вы по большому счёту, получается, готовы выстраивать отношения только если стопроцентно уверены в том, что партнёр ничего, ничего за, ничего не прячет за пазухой. Вот. Но вы понимаете, что, наверное, вы понимаете, что знать наверняка этого нельзя и, соответственно, начинаете тревожиться. этому поводу. Вот. Ведь кто боится, что кто-то может что-то прятать за пазухой, но в основном тот, кто не очень как бы себе уверен, тот и боится. Вот. То есть получается, что вы вот в определённой степени, да, свою вот неуверенность в себе пытаетесь компенсировать, например, вот контролем и, ну вот в данном случае вот такими ещё цитатами. Вот. То есть вы всё время хотите убедиться. Убедиться в том, что разлюбят, что вас ценят и так далее. Это вот как, ну как, как правило, как правило. Это про страх того, что, ну, могут бросить. И, соответственно, если на этот страх не обращать внимание, если не, ну, грубо говоря, не пытаться, если не работать, точнее, над тем, чтобы брать ответственность на себя за этот страх и не работать с ним, а пытаться, вот, как-то в партнёре, мальчики, ну, какую-то опору, так скажем, вот. И, конечно, вы будете находиться вот в постоянной тревуге. Ну, собственно, сложно предположить, что в подобной ситуации вообще можно как-то по-другому действовать. Действуют, как поступать, конечно, вам, но я бы обратил внимание на то, чем вообще вас страшит то, что у партнёра может быть что-то за пазухой, вот, то есть, ну, чем и почему вас это страшит, вот, не в том смысле, что вас не должно это страшит, вот, и не в том смысле, что как-то вот этому нужно потокать, да, то есть, ну, в том смысле, что нужно это терпеть, нет, просто люди не бывают идеальными, у нас у всех есть какая-то своя история, у нас у всех есть какое-то прошлое, так или иначе, и на кого-то это прошлое, к сожалению, достаточно сильно влияет, как бы мы не хотели, вот, и с точки зрения психологии, когда человек вот контролирует вот так вот, с точки зрения психологии, когда человек боится вот так вот, это всё-таки проблематика восприятие себя, да, вот, и с одной стороны, и с другой стороны, это же проблематика выстраивания коммуникаций по большому счёту, что есть, что это значит, ну, что значит, что значит, ну, что значит проблематика выстраивания коммуникаций, это означает, что, как я выстраиваю общение с, ну, с теми, кто, например, мне близок, да, вот, то есть, как я выстраиваю общение, если я выстраиваю общение, если я выстраиваю коммуникации искренне, например, да, вот, именно искренне, если я это делаю, делаю, то можно не бояться, что что-то такое вот случится и произойдёт, потому что, ну, партнёр, в общем, мне доверяет, вот, если что-то случится, если что-то изменится, да, то он мне, как бы, ну, скорее всего, об этом расскажет, скорее всего, он мне об этом расскажет, ну, если коммуникации искренне, искренне, ну, а если я, например, выстраиваю коммуникацию, допустим, допустим, а если я выстраиваю коммуникацию чаще формальную, да, именно, вот, формальную коммуникацию, то, конечно, я буду бояться, что что-то такое, что-то такое вот произойдёт, вот, поэтому это вот, тоже вот вопрос, он, в какой-то степени, вот, к вам это вопрос, ну, как выстраивать общение, общение, вот, потому что, ну, условно говоря, когда делается предметом общение, вот, какая-то цель, да, вот, то всегда есть возможность как-то, вот, условно говоря, там, этой цели не достичь, не добиться, вот, и так далее. Вот, к сожалению, какой-то такой аспект я бы мог вам здесь предоставить. Вот. А что касается, что касается, эм, что касается, э, 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 вот, телефонов, да, что касается, вот, гаджетов и прочего, то это уважение к личному по-кличному пространству. И, опять же, с точки зрения психологии, если вы, например, э, вот это личное пространство нарушаете, допустим, вы его, если pecабо, dato не уважаете не уважаете личного по-км사를, то другого человека на прочее, seguro. Почему, что уважение личного пространства другого начинается с уважения личного пространства, своего, если вы не уважаете не видите и не чувствуете, своего, 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 личного пространства, времени соответственно ощущать себя незащищённым. И вот это чувство незащищённости может быть для вас как раз таким неплохим таким символом для того, чтобы искать оправу. То есть понимаете, да, то, что вы переживаете по поводу поводства прячьих западок, и партнёр может быть связан с тем, что вы не очень ощущаете своё личное пространство. То есть понятно, что это только гипотеза. Это понятно, что я могу в данном случае как бы ошибаться. Это ясно, что я могу быть не прав, и я не претендую на истину, но чем быстрее вы увидите, а, значит, проблематику вы себе, чем быстрее вы её вот заметите, да, тем легче вам будет идти её, а, как бы, по жизни, и легче будет, вот, вот. Решать какие-то проблемы. Задайте себе вопрос. А помимо этого, вот, ну, помимо того, что вы описали, помимо того, что боитесь, что вы партнёр. Может, что-то с кроватиной тоже может понять, что вы будете с кроватиной. Вот, у вас же тоже есть приезд в прошлое, я уверен, вот. А что ещё важного может быть между вами, что вас ещё может объединять, связывать, притягивать друг-друг-друг. Вот, то есть, вы сейчас, вы сейчас говорите только про истинность партнёров. Вы говорите про то, чтобы вам доказали, что вы нужны, что вы важны. Хорошо. Но, что ещё, помимо этого, может быть важным между вами и вашим партнёром. На это тоже постарайтесь обратить внимание, потому что у искренности, у ценности человека всегда есть предмет. Понимаете, предмет. То есть, я искренне для тебя не просто, вот, как данный, а я искренне для тебя тем, какой я. И если вы не очень понимаете, допустим, ну, допустим, вы не очень понимаете, какая вы цена, то вам сложно будет быть ценным. Не потому что вы не ценным. Нет. Вот, тоже тут вот есть, ну, такой, как мне кажется, довольно делегатный момент. Не потому что вы не ценны, а потому что вы не знаете, не чувствуете себя, не чувствуете, какая вы. Вот. Понимаете? И ваша задача, вашей задачей является это почувствовать. Вот. Вашей задачей является это увидеть в себе. Вот. Если, если это сделать сложно, то вот опять же, психолог вашим излугам поможет это сделать. Вот. И как бы времени, да, как бы энергии на тревогу, которая может быть обоснована, может быть нет, у вас же не останется, не останется, как бы. Потому что, будет вас волновать, вот, совсем другая история, вы будете, вы будете, условно говоря, просто жить. Вот. Просто будете проживать, проживать, вот, как бы, ну, проживать чувство к партнеру, проживать отношения. Вот. Вот. Но, вот что важно, да, что важно, что к этому нужно прийти. Что важно, что сейчас, на мой взгляд, вот именно сейчас, а вы, ну, несколько, вот, как бы, переключены на другое. Вот. Я не говорю, что это плохо, что вы переключены на другое. Я прекрасно понимаю, что, может быть, у вас был в прошлом негативный опыт какой-то, какой-то, вот, который сейчас на вас влияет, вы не хотите его повторения. Ставьте себя защитить. Ну, с точки зрения психологии опыт притягивает сам человек своим, так скажем, поведением. Вот. Вот. И опыт притягивает именно к модели поведения. Вот. Поэтому я бы сказал, что защищаться именно, именно, вот, защищаться от какого-то опыта, от какого-то, результата. Вот. Я бы не сказал, что есть смысл, а вот менять свое поведение есть смысл. Потому что, ну, если, например, вы человека контролируете и как-то вот сталкиваете, ну, как-то вот сталкиваете его с такой мыслью, что он, ну, он, что он может, да, что-то сказать, что-то скрывать. Скрывать. Например. Например. От вас. Допустим. Если вы сталкиваете человека с такой мыслью, то он, вот, к сожалению, ну, действительно, действительно может начать это делать. Вот. Вот. А если вы и не даете ему, вот, таких, ну, если вы не даете ему таких мыслей, вот, то, соответственно, он имеет гораздо, ну, меньше, как бы, мотивов для этого. Для того, чтобы вас открывать. Или вас обманывать, или что-то еще. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому, я вот думаю, что вам нужно обращать внимание на данный аспект, вот, и вообще посмотреть, как вот в целом вы, ну, вообще устраиваете отношения. Какие у вас есть основные ориентиры в выстраивании отношений с людьми в целом и с мужчинами в частности. Вот. А, касаемо ваших страхов, их не нужно подавлять и замалчивать. Касаемо ваших страхов, страхов, а, с ними не нужно бороться. Вот. Но их нужно знать, я скажу такую сбитую фразу, их нужно знать в лицо. Вот. Не бежать от них. Как это делаете вы. Вот. Вот такой ответ я бы мог вам предложить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своего опыта и своей практики. Естественно, я бы рекомендовал вам, ну, я бы рекомендовал вам начать психотерапию, вот, я бы рекомендовал вам начать как-то вот, над собой работать, да, вот, чтобы, ну, убрать, вот, допустим, или убрать, или немножко снизить, а, тревожность, а, как бы ваш, вот, а, чтобы вам было, ну, несколько, вот, полегче, да. Ну, это уже, конечно, решать вам, потому что, ваши намерения, мнение, вот, в любом случае надеюсь, что вы примете верное решение относительно того, что вам делать дальше. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен, вот, я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Вот, это позволит вам начать работу над собой в определенной степени, если вы, конечно, в этом заинтересованы, вот. Удачи вам обращайтесь за помощью. Понятно. Пока. Продолжение следует...